Вор и сапожник И это началась падающая звезда Действительно пересекла небо И в центре каждой звезды есть древняя история, не тронутая временем Задолго до героических историй о Баладине и Алибабе Сначала была другая история Но где судьба могла найти героя, чистого сердцем и мужественного? В далекой пустыне находился золотой город Багдад В центре находился заколдованный замок Замок украшали башни с тремя золотыми шарами Эти шары охранили город от зла, одноглазых, несущих с собой тьму Согласно предсказанию, если шары убрать Багдад окажется в великой опасности Осталось только покорить золотой город Ужасные одноглазые уже на марше Опять победили одноглазые Ну давай, я должен И я покорю золотой город Но жестокий и злой король одноглазых пропустил одного бесстрашного гонца Который отправился в Багдад, чтобы предупредить всех, пока еще не поздно Но кто встанет на охрану города против армии одноглазого Тогда при начинается наша история Известно, что падающую звезду видели за день до этого Я был бедным, я практически не имел денег Жизнь была простая, но похоже, все должно было вот-вот измениться Совсем недалеко от другой части города жил вор Человек немногословный, но с разными мыслями на уме Ну да Я сходил в кафетерий, я почитал газету Настало время приняться за работу Ух ты! Вор очень серьезно относился к своей работе Он бы украл все, что угодно Особенно, если это что-то золотое А вот и золото Интересно, куда идет это старое ворчунье? Что у нее там, золото? Да нет, это же бананы Ничего себе! Да, нужно сходить в кафетерий Неплохое местечко Нужно покопаться Что пытался найти вор у меня в мастерской, я понятия не имею Но тогда-то начались неприятности Никто так не живет, конечно, кроме мальчика-чистильщика обуви Что пытаться на руках? Ну да, надо, надо, надо Дорогу. Не бойтесь. Не бойтесь. Потому что герой здесь. Приближается. Идёт. Надо же, а? Ну, не знаю, парень, ты извини, но мне пора идти. Все знали волшебника Зигзага, как очень могучного человека в течение многих лет. Он много чего сотворил, но ничего хорошего. Но... Эй! Ферс! КОНЕЦ Доброе утро! Что, в чём дело, принцесса? Да, я, конечно, королевской крови, я знаю, я способна на большее, если бы только у меня был шанс. Эта жизнь, в которой я живу, неплохая, конечно, но пустая. Всё это подвержено обстоятельствам няни. Я бы лучше помогал отцу, вместо того, чтобы сидеть от него по боку. Если бы я могла помочь хотя бы одному человеку, тогда, может быть, отец заметит, что я не просто сидящий рядом с ним, а на что-то способная девушка. Да, конечно, красивое лицо и улыбка, и длинные волосы. И, конечно, она неплохая, но жизнь не складывается никак, рождённая для удовольствий и для поклонения. Но она не только эта. За этим красивым телом скрывается что-то глубокое, гораздо более глубокое, чем видно с перо взгляда. Она не просто красивая игрушка. Прямо как мама. Ну, конечно, вечно мечтаешь. Если бы она избавилась от своих обязанностей, если бы она сбросила бы с себя эти оковы и могла бы добиться чего-то, доказать что-то. Потому что у неё тоже есть своя точка зрения, и она хочет, чтобы все узнали эту точку зрения. Да, она не просто красивая штучка. За этим красивым телом скрывается что-то более, более глубокое. Гораздо более, гораздо более, гораздо более глубокое, чем просто красивая игрушка. А это этот ужасный зигзаг. В то время как стражи зигзага тащили меня внутрь королевского дворца, я увидел принцессу в первый раз. Я никогда никого не видел такого красивого, как она. А вор никогда не видел ничего подобного, как эти золотые шары. Ой, надо же. Ребята, подождите. Эй, ребят, подождите. Эй, нет, не закрывайся. Ну что ж такое, а? Проснись, проснись, папа. Великий король, не бойся. Зигзаг, здесь твой великий визирь. А это ты, Зигзаг. Очень странно. О, величайший из всех величайших королей. Этот мальчишка появился неоткуда. Напал на меня сегодня на площади. Ну что, отрывим ему голову? А, голову? Ну, конечно, Зигзаг, если ты действительно так думаешь. Но что он сделал такого плохого? Он напал на меня. Правда, что ли? Конечно. Эх ты, глупец. Что, что, где, что? Как получилось, папочка? Что мне нужен? Сапожник. Да, конечно. Ну, конечно. Ну, естественно. Вы самый мудрейший из мудрейших. А вы самый красивейший из красивейших. Да. Ну что же, нужно поесть, принцесса ням-ням. Ту ночь тени налегли над мирным и поспящим городом Багдадом, потому что Зигзаг стрел коварные планы. Они там спят. Они все спят. Но я-то не сплю, между прочим. Понятно? Я парю над человечеством. Мир мой. Осталось только взять его. Да. А как же моя красота. Люди глупцы. Ходячие мечтатели. Они ходят с закрытыми глазами. Но я Зигзаг покажу им всем. Они будут очень легкой добычей. Не так ли? Эй, кончай. Потому что я собираюсь забрать себе дочь короля. Я сделаю ее своей женой. Понятно? Ну надо же. И при помощи нее, в качестве моей королевской невесты, я буду править всем. И самое красивое из красивейших будет рядом со мной. Корона достанется мне. Я добьюсь этого. Что-то холодно здесь? Конечно. Я должен добраться до короля. Принцесса была так красива. А я всего лишь обычный сапожник. Я пытался произвести на нее впечатление своими фокусами. Но я был слишком естественным, чтобы что-то сказать. Неплохо работает. Не правда ли он? Да, конечно, няня. А у сапожников есть имена? Так как тебя зовут? Тек. Тек? Это что, твое имя? Да, он вообще-то не многословный. Так. К вашим услугам. Ох, эти лошади. Повсюду. А это красиво. Тем временем, вор ждал возможности, возможности проникнуть на территорию дворца. Он хотел украсть три золотых шара. Но вот так вот. Настало время двигаться. Гравитация наш друг. Более чем друг. Настоящий помощник и союзник. Добрался. Добрался. Ну вот. Примаете? Вот в чем проблема. Ну что же. Погло быть и хуже. Ничего не могу подделать, собак. Ну не знаю. Буду вонять несколько дней, наверное. Так, ладно. Главное, халат просушить. Ну вот. Еще чуть-чуть. Ну вот. Извините. Простите. Извините. Мам, ты чего тут делаешь? Чего я тут делаю? Чего ты тут делаешь? Чего ты тут делаешь, а? Никогда не навещаешь, не звонишь, а? Ну в конце концов, что ты за сын, а? Ты чего это, а? Чуть-чуть еще. Ну вот. Еще немножко осталось. Проник. Надо, а, надо же, а где я? Это что, турецкий ресторанчик, что ли? Ух ты. Должно быть. Эта штучка чего-то стоит. Гарсон? О нет. Только не это снова. Ух ты. 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 Я всего лишь сапожник. Но почему я не могу говорить, когда нужно? Значит, вот так, да? Ладно, попробуем сюда. Попробую другую канализацию. Так, а это что, осторожно? Эй, солдат, ты чего? Раз, два, три, раз, два, три. Ну да, теперь уже не такие замки делают, как раньше. Ну хорошо. Еще чуть-чуть, вот так, туда-сюда. Ну все вроде бы. Ну что же. Эй, смотрите-ка. Мыло. Мыльные пузыри. Понятно, вот что такое мыло. Я слышал историю про мыло, но чтобы... Такое, а это что? Ой, обнаженная дама. Надо же, а? И смотри-ка. Палка для чесания спины и золото. Сапожник, он такой стеснительный. Я, конечно, знаю, он... Он бедный, но он мне нравится, по-настоящему. Эй! Проблема. Проблема. Да, большая проблема. Очень большая проблема. Это туфля принцессы именем короля Нана. Кто ты? Кто ты? Промахнулся. Я поверить не мог, что я говорил неожиданно. Я начал защищать корону. Надо выбираться отсюда. Ты куда? Стой. Ничего себе. Кто это работал? Какой-то гений, что ли? У-у-у! 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 Ну-ка, отдай. Ну вот, а я-то здесь при чем? А ты закончил чинить туфлю принцессы. Это хорошо. Теперь ей не нужны твои услуги. Так что можно тебя отправить в камеру. Я был уверен, что я больше никогда не вижу принцессу. Но я не мог прекратить думать о ней. Даже, хоть я и знал, что она думает обо мне тоже. Я глаза закрываю и вижу его глаза. Такие мягкие, прекрасные. Такие чистые. А я мечтаю о том, как я ее обнимаю. Я мечтаю о том, чтобы она оказалась рядом со мной. В его умолчании я чувствую любовь. Гораздо больше, чем можно сказать словами. Не борись со своими чувствами, говорит сердце мое. И я подчиню сердцу. Чувствую ли я любовь? Любовь ли это? Неужели действительно это происходит со мной? Неужели я чувствую любовь? Чувствую любовь. Ну, конечно, я ей не пара. Очень странный и неуклюжий. Но сердце мое не обращает на это внимания. Неужели я чувствую любовь? Неужели я чувствую любовь? Не может быть. Неужели это действительно происходит со мной? Неужели я чувствую любовь? На следующее утро, когда я делился завтраком со своими новыми друзьями, я практически почувствовал приближение беды. Зигзаг что-то задумал. Я должен сбежать и предупредить принцессу. Зигзаг приглядывал за ням-ням. Естественно, ей это не нравилось. О, ваше императорское величество. Да, да. Зигзаг. Я восхищаюсь вами. Я хочу сказать, что это лучшие игроки Востока. Лучшие игроки в полу. Да, конечно. Для того, чтобы доставить удовольствие королю и его гостям. Начните игру. Играйте. Ну, идиот же я. Надо же, Какой я глупый. Стащить. Чесотку. А это что? Может быть, мне стоит оставить этот мячик в покое? Кыш! Оставь меня в покое! Да что это такое? Какой ты дьявольский шарик? Мамочка! Папа! Папа! Что, что? Ты не знаешь, где сапожный? Куда он подевался? Что? Нет. А разве он не с тобой? Разве он не чинит тебе твою туфлю? Да нет, похоже, он исчез. О, нет. Нужно спрятаться. Ну-ка, здоровый кролик. Ну вот, спрятаться, да. О, опять этот шарик. Опять. Тоже мне игроки в поло. Интересно, что ждёшь, а? Счастливо то королевство, где королевством правит такой мудрый человек, как наш король. Счастье не спустилось на нас, когда мы смотрим на прекрасный закат солнца. мы видим древние золотые шары, которые защищают нас своей силой. Ту ночь мечты превратились в кошмар. Потому что гигантская машина войны приближалась для того, чтобы разрушить королевство. Зигзаг! 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 Найдите мне зигзага! Сейчас же! Зигзага к королю! Надо же, как больно! Ну, почему я это делаю, а? Ну, в чём смысл, а? Ну, да, конечно, боль пропала. Я себя отлично чувствую, отлично. Величайший и всемогущий, не бойся. Зигзаг твой великий визирь здесь. Разрушение, Зигзаг, моё королевство будет разрушено. Успокойтесь, ваше величество. Интересно, что может предвещать катастрофу? Почему вы боитесь? Мне приснился сон, кошмар. Нет, видение, видение, вторжение. Расы одноглазых людей. Ну что же, мы переключаемся на чемпионат по полу. Да, сегодня прекрасный день. Для того, чтобы играть в полы, лёгкий ветер дует с востока. Да, конечно, игроки только и делают, что гоняются за шариком. Ну, надо же. Ваше величество, правитель, великий правитель, я вас уверяю, что сон это просто сон, не более того. Да, ещё кое-что. Вы посмотрите, как он двигается. Он же таким образом может сломать себе все кости. Он, ах, ну да, он тянется, 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 ещё немножко, пальцы на ногах тянутся, тянутся, но надо же. Я это видел, я тебе говорю, успокойтесь, ваше величество. Вторжение, одноглазых, но ведь это не соответствует порочеству. Пока у нас есть эти шары, мы в безопасности от любой угрозы. До тех пор, пока шары из нами на речи. Ну, конечно, 20 лет мой отец работал в полиции, и он никогда ни слова не сказал мне, ой, надо же, опять, черт возьми. Интересно, где же он может быть, няня, небось, где-нибудь работает. И к тому же он украл твою туфлю. Что-то с ним случилось, я просто знаю, что такого особенного в этом сапожнике вообще. Я просто не понимаю. Тебе нужны новые очки. А что, если шары заберут? Заберут? Да нет, не удастся никому их забрать. Что за противоестественный урод может забраться на верхушку этого минорета? да-да-да. Да-да-да. Ничего себе, сколько здесь тентов. ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха. Ну вот, ещё чуть-чуть. Ну, не знаю, почему всё это происходит со мной, да что это такое, надо же, а? Катастрофа просто какая-то. Мне просто так кажется Это очень странное предчувствие Наконец-таки я пользуюсь тем, что мои родители работали в церкви Правило номер один Смотри на канат и двигайся, как обезьяна Правило номер два Когда ты так высоко одень нижнее белье В противном случае ты привлечешь внимание толпы Правило номер три Правило номер три Какое? Правило номер три Я всегда забываю правило номер три Правило номер один Глаза на веревке Правило номер два Сюда одевай нижнее белье Правило номер три Не делать вот это или вот это Или, скорее всего, вот это Правило номер три Двигайся Так можно быстрее Вот так, сюда, быстрее И еще немножко Чуть-чуть Наконец-то я был свободен Но свободы было недостаточно Я должен был добраться до принцессы Ну еще, еще Вот так, да, ну все, да Вот так, вот так Ух ты, надежа Ты смотри-ка Ну ладно, ладно У кого тут камера? Ну что же Я себе куплю замок Замарем На выручные из тебя деньги А на выручные из тебя деньги Я куплю себе все, что только мне надо Начиная от зубочисток, кончая троном А на деньги выручные От продажи тебя Я собираюсь Поехать в Диснейленд Интересно, кому нужен джин, если это можно сделать при помощи шпильки Не время сейчас подниматься слишком рано, чтобы просыпаться слишком рано Королю хочется спать Попался Ганец стремился предупредить Короля, наконец-таки бесспрашный Ганец добрался до золотого города Снова дома, снова дома Интересно, отчего это такое степотворение? Это мой, мой Ну все, я пошел Проснись, проснись, отец Что-то происходит Это та самая возможность Быстрее Я думаю Какие-то шары Должны быть кто-то Пытался украсть их Уберите С глаз долой эти шары Поздно ночью Принесите их ко мне Да-да Шары, шары Ловите шары Ловите Ловите их Поймал, поймал Одна Одноглазые Одноглазые Приближаются Одноглазые Одноглазые Сон Кошмар Шары пропали Шары пропали Мое королевство Будет разрушено Смерть Мои генералы Мои храбрые солдаты Война Война Приближается Шары пропали Спокойно Это вторжение Могучие Одноглазые Приближаются А я пошел А я пошел Займите свои места С моего благословления Интересно Где эти шары Дорогу Дорогу Пропустите Мы несем ребенка Да нет Вряд ли это дети Принцессе Нужна моя помощь Я был единственным Кому она могла верить С этого момента Назад пути не было Ну что же Я проглодался Я вегетарианец Осторожнее Спокойнее Что, скучал по мне? Вот тебе Пожалуйста Человечное общество Дайте-ка мне посмотреть Пускай это будет Нашим секретом Понятно? Зигзаг Я буду править Землями Теперь, когда у меня шары Я схожу к королю Ну что он там болтает, болтает Не бойся Зигзаг твой великий Да, но Зигзаг Где же шары? Волшебство Волшебство Милорд О нет Волшебство Не нужно Трагедизировать ситуацию Я ведь Разбираюсь в волшебстве Ты? Аля Казан Смотрите Что это? Это что-то Я могу вернуть вам потерянные золотые шары Я тебе дам все, что угодно Зигзаг Только сделай это Вы должны будете выполнить мое желание В чем твое желание? Я хочу, сэр Получить вашу дочь Ням-ням Я хочу жениться на ней Ты? Ты? Хочешь жениться на моей дочери? Надо же Ты? Нет Она может выйти замуж только за чистого сердца человека Она никогда за тебя замуж не выйдет Придется ждать тысячу лет, прежде чем найдется такой Ну где? Кто? Посмотрим Кто добьется своего к концу дня Я свяжусь прямо сейчас с одноглазыми Я возьму шары и уйду О, мое королевство Что случится с тобой? Как же вечный город Можно спасти Секундочку Ведьма Ведьма Она даст ответ на этот вопрос Что? Сестра Одноглазого короля Только она На стороне добра Я обращусь к ней Раз уж я не могу рассчитывать на зигзага И только она Сможет помочь Чушь собачья Интересно, где же найти эту ведьму? Что? То есть как? Ты собираешься сама это сделать? Это слишком опасно Я умнее, чем многие люди И быстрее, чем твои неуклюжие слуги Но ты так молода, так? Так довольна Так стремлюсь к приключениям Хочу, чтобы ты гордился мной Ты должен поверить мне Больше никого нет Принцесса Нет Я не знал, что ты такая смелая Прямо как твоя мать Очень хорошо Ну что же Вот смотри Через семь дней пути Ням-ням-ням Пустыни Много опасностей Там ползают скорпионы И разные другие Ядовитые гады Ты можешь заблудиться Тогда я возьму Гида Ты можешь взять любого В нашем королевстве Его отец Его? Сапожника? Да Мне нужен кто-нибудь Кому я могу верить Ну пускай так и будет Сапожник поможет тебе Я и принцесса Отправились искать Добрую ведьму Зигзаг же искал Зловещих Одноглазых А позади нас Шел вор И впереди Нас было пустыни И огромное количество Приключений После трех Изнуряющих дней Мы встретились С худшим страхом Короля Мы встретили Преступников Живущих в пустыне Да Теперь все не так Как раньше Караван Караван приближается Караван Караван приближается Ты чего это Караван Караван приближается Чего он сказал Караван Караван Женщины Так что Что теперь будем делать Он прав Что мы будем делать Господа Если вы Сомневаетесь в чем-то То это Очень странно Сейчас посмотрим Возьмем великую книгу И посмотрим Книга Смотрите Что там сказано Что там сказано Караван Караван Атака Атака Стойте Смотрите-ка Давайте ребята Навались Интересно Ты-то кто Ну я Я жестокий Предводитель Этой Банды Преступников Вот что происходит Когда ты не ходишь В школу И не слушаешь О своих родителей Вот в кого Ты превращаешься 20-30 лет Тому назад Наш предводитель Покинул нас Но мы не можем Знать Что он нам завещал У нас там книгу Но читать мы не умеем Вот что Случается Когда ты Не ходишь в школу Да Мы такие плохие Что хуже некуда Даже если бы У нас была Хотя бы капля жалости Вряд ли бы Она долго У нас сохранилась Мы не любили Ни папу Ни маму Мы вообще Никого не любим Поэтому мы тут ждем И пугаем всех путешественников Приезжающих здесь Поскольку поскольку Мы не знаем Что еще делать Это единственное Чем тут можно заняться Вот что случается Когда Ты пропускаешь Занятия в школе Да вот так вот Прямо как я А я принцесса Ням-ням Дочь твоего короля Да И кстати Это между прочим Моя няня Не нужно на ней сидеть Наше колесо Оказалось перед лицом Ужасной Опасности Я назначаю Вас Своими Королевскими Стражниками Королевскими Стражниками Вы будете охранять нас До тех пор Пока мы не найдем Добрую ведьму Чтобы она помогла Нам защитить Эту Страну Птичка Между прочим Должна питаться Надо же Лагерь Одноглазых Как это хорошо Может быть Они Заплатят Цену Которую я запрашиваю Я заставлю Этих варваров Целовать Свои ноги И может быть Мы найдем Чего-нибудь Перекусить Правда Господа Господа Такой приятный Сюрприз Вы тут все Встретились Надо же Как это здорово Так что Будем есть Я хочу есть Я что-то еду не вижу Я все еще голоден Похоже Я только что потерял аппетит Кто Пожмел Войти В лагерь Великих Одноглазых О Великие Одноглазые Я Зигзаг Великий Из Золотой Земли И Я волшебник Я колдун И я здесь для того Чтобы служить тебе Волшебник Я управляю демонами Я много чего умею Ну давай Давай Да Но мы же не репетировали Пожар Пожар Но как вы сами Увидите Это не все На что я способен У меня есть Власть над людьми Они подчиняются мне Манипулировать ими все равно что играть с картами Я контролирую их судьбу Но все это ерунда Потому что В моих руках Находится ключ К золотым землям Ни один Человек не может взять его Каким бы он не был великим Но эти три золотых шара Находятся у меня Три золотых шара Судьбы Ты говоришь Ты Можешь Дать нам этот ключ Ну да Бросить его На съедение Аллигатором Ну вот Доболтался Ну что же Можно будет через пару лет Отправиться на каникулы Повидаться с мамой Папой Братом Так Может быть А вот это Очень подойдет Детям Не знаю что это Но пахнет приятно Да И лучше всего Не забыть Вот это Можно будет продать Парикмахеру Это ведь без Налогов Парикмахеру Друзья мои Я так рад вас видеть Я Человек без особых нужд Помогите мне И я Забуду Что мне приходится верить вас каждый день Не нужно Не нужно Хонки-тонки-понки Наконец-то Мы добрались до Руки славы До дома Доброй ведьмы Все что нужно было сделать Так это дождаться Следующего дня Когда Солнце будет над головой Статуей И настанет волшебный момент Рубин Волшебство Принцесса Может быть Нам с людьми Остаться здесь Да Оставайтесь здесь Волшебство из дорогого мира Ну да Очень деликантная ситуация Давайте-ка найдем Эту дверь Вы найдете дверь А я найду рубин Это похоже на какой-то рычаг Ты это сделал так В то время как мы вошли в логово Ведьмы Вор Нашел себе Новых друзей Так сказать Нужно Стащить рубин С морды этого толстяка Нужно стащить Никаких молитв Дальше этой точки Надо же Сколько здесь Знаков И надписей Интересно Как мне пройти Через этих ребят А ты смотри-ка Два дерева На краю Протянутой руки Нужно будет Скарабкаться Черта Если это все начнет обваливаться Я точно погибну Ну наверное Это пальмовые деревья Да интересно О какой высоте идет речь Да Высоковато Главное Не нервничай Не бойся У нас кончается время Так Как ты думаешь Ведьма поможет нам Есть только одна возможность Выяснить это Вы только посмотрите На этот рубин Ну ладно Все или ничего Я лечу 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 Кто посмел Побеспокоить Великую ведьму Я Принцесса Ням-ням Из златого города А это Так Сапожник Ну ладно Готов Давай Приготовься Ну вот Внимание пассажиры Это говорит капитан Вы можете спокойно двигаться по салону Наши стюардессы к вашим услугам Это говорил Мелтер Мэн Наше Королевство оказалось под влиянием Ужасных Чар Мой Брат Одноглазый король Шары у него Откуда вы знаете Пожалуйста Вы должны помочь нам У стены У стены найдете сумку Атака 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 Ну как мы можем напасть на одноглазых Поверьте в себя Вот что нужно Атака Атака И никогда не оглядывайтесь назад Быстрее 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 Отведите меня к своему хозяину Одна ошибка и все Не надо испытывать мое терпение Отведите меня к своему хозяину Быстрее Быстрее Глупцы Быстрее Быстрее К городу Быстрее Да-да Быстрее Кошмар какой Ни один не сбежит Конечно кроме принцессы Мы ведь так договорились Она это мой приз Я меняю ее на эту закладную Солдаты воспрятаны за этими стенами Когда они увидят что у нас три золотых шара Завтра Ты покажешься там Волшебник На следующее утро Не солнце, а тьма брушилась на Багдад Одноглазые В атаку О боже Моя дочь Это что? Вы только посмотрите Сапожник Иди к стене Найдешь сумку В атаку В атаку В атаку В атаку Так Так Получилось так Что только и потребовалось Что сделать так В атаку В атаку В атаку Эй Что это там происходит, а? А вот три знакомых лица Мне лучше пойти и поздороваться с ними Так А вот и они Наконец-то Что-то легкое Только подняться по ступенькам Взять шары и отправиться домой К восьми я уже буду в постели Вот так Еще, еще По ступенькам Пройтись по ступенькам Вот так Так еще Может быть Может быть Девяти Нет Полдесятого Наверное Здесь я в безопасности Вряд ли Спасибо большое Ребята Да, мне было очень весело Пошел прочь Зигзаг Я должна вернуться Назад во дворец Что, сапожник? Ну, давайте Золотые шары Ну что же Неужели Это действительно Прорыв А может быть и нет Ну, надо же Я вообще-то не против Да нет, ребята Кончайте Ну что вы Да не готов я к этому Да нет Ну, в конце концов Прекратите, ну Ага, вот так, да? Хватит фокусов Волшебник Ух ты Давай так Чувствую, чувствую Влезем Сейчас Еще немножко Эй, ты Эй, ты куда это собрался? Я с тобой разговариваю Ты меня слышишь, а? Если я Выясню Что это Не зота Подделка Да нет, ну в конце концов Сколько ж можно Ну до тех пор пока я здесь Ну да В том же духе Так Ох так Ох так Ты это сделал Ну Должно быть Никогда не раньше Не наталкивались На сапожника А С вами двумя Интересно Как же третьего Достать А это ты? Привет Добро пожаловать назад А я отсюда свой дом даже вижу А, черт, а? А это что было? Что, вот так, да? Да нет, ну Зачем? Пожалуйста Теперь я знаю Почему они говорят Не высовывайтесь Нет, но это плохо А здесь Здесь должны быть Тоже рельсы Величайший волшебник Должен знать Когда Время Здравствуйте, друзья мои Как вы себя здесь чувствуете? Ну что, испугались? Так, так, так Ой Опять Подожжа Прекратите, но не жадничайте Улыбнитесь А это ты, да? Ну понятно Лучший друг человека Зигзаг Да Действительно Вот так вот Моя машина Ты что? Моя машина Моя дочь Ты в безопасности Ну, если только Может быть, никто не заметит, а? Золотые шары Заметили Ты нашел их Как великолепны Как здорово Ну что же Да, наверное, нужно Совершить правильный поступок Величайшее мужество Така Спасло наше королевство И твой друг Вернул золотые шары Надо же, а вот так вот Возвеличили, да? Одноглазый и его армия Были побеждены Навсегда Сказание Сбылось Город обязан вам Как сапожник Мы можем тебя Отблагодарить Золотые шары Вернулись на свое место Багдад Опять был счастлив И находился в полной безопасности А в то время, как Мы Поженились С принцессой Я стал принцем Таком Вот так вот Первым в своей семье Я люблю тебя А я тебя люблю А я люблю то, что больше всего меня привлекает Так что в следующий раз, когда вы увидите падающую звезду Подумайте о том, кто вы Потому что ваше сердце знает правильный ответ И вы тоже Окажетесь В арабской сказке А что касается ворато Он Несколько лет отсидел в тюрьме Когда он Понял В чем тут было дело Король сделал Его Главой охраны Дворца Конечно Не стоит воровать Но придется К-О-Н-Е-Ц Ага, секундочку Главное, чтобы никто не заметил Да, вот нужно еще вот это взять А это что? А, понятно А, ты смотри, как пленка Эй, секундочку Не думаю, чтобы кто-нибудь заметил Я по-быстренькому вот так смотаю И смотаю сам Да, я думаю, что это хорошая вещь Рули озвучивали Винсент Прайс В качестве зигзага Мэтью Бродерик В качестве така Сапожника Дженнифер Биллс В качестве принцессы Ням-Ням Эрик Багасиан В качестве Фидо Тони Калет В качестве Няни и Ведьмы Джонатан Уинтерс Дача Свивара Режиссер Ричард Виллиамс Ответственный продюсер Джейк Эббардс Художник картины Рой Нэшбит Главный мультипликатор Кен Хэррис Автор снари Ричард Виллиамс И Маргарит Френч Оператор-постановщик Джон Леверберрел ДИНАМИ Nar ДИНАМИ Nar ДИНАМИ一個 Субтитры сделал DimaTorzok 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 DimaTorzok